всем привет из киево столицы украины с вами виктор фурсов сегодня мы с вами ознакомимся с опасным амбарным вредителем суринамским мукоедом если вам интересно оставайтесь с нами покажем вам как он выглядит крупным планом вот общим планом и мы видим что опасный вредитель суринамский мукоед по латыни аризофилис суринамянзис очень активно и быстро двигается и действительно это опасный вредитель запасов и самых различных продуктов о его моли очень легко определенном смысле спутать с другими жучками которые могут завестись на кухне или в вашем амбаре но сейчас то на него посмотрим внимательно более крупного увеличения чем он отличается чертепетри очень активно двигаются и мы увидим что они даже не бегут на свет а на ворот прячется отрицательный фототропизм что связано с их образом жизни потому что обитают они в различных запасах повреждают что они только не повреждают эти жуки повреждают муку зерно семена сухофрукты пряности макаронные изделия все запасы будут повреждать кондитерские изделия мучные изделия печенье орехи сейчас приближаем более крупным планом тем чтобы на них внимательно смотреть очень сложно их показывать потому что жук размером от двух с половиной до трех половиной миллиметров плоской формы и очень активно перемещается очень активно двигается и даже ему удается здесь залезть под крышечку чашки петри который стоит ему немножко приподнять он сразу же чипа дни и пролезает он конечно при хорошем увеличении отлично различается от хлебного точильщика потому что хлебный точильщик имеет цилиндрическую форму тела сейчас у твоих под крупнее покажем более такой колбаска видной формы а суринамский мой каят мы уже видим что он очень плоский что позволяет ему протискиваться различные щели трещинки прогрызать небольшие дырочки и внедряться и как в продукты так и в различные субстраты окружающие эти продукты а потом повреждать продукты даже повреждает шоколад табак печенье орехи и все другие любые такие углеводные продукты хранящиеся в запасе зерно тоже повреждает однако он не способен прогрызть сразу целое не поврежденное зерно а вот уже поврежденные другими вредителями с небольшими повреждениями зерно в эти щели активно внедряется этот жук и нащит выгрызает в зерне начинает выгрызать в зерне зародыш и тем самым зерно погибает относится к семейству плоскотелки кукуэйдея на груди имеются такие специальные зубчики чем мы его очень легко отличить несколько видов которые могут вредить но у нас отличается именно суринамский мукоят складских помещениях очень активно развивается может заход развиться до семи поколений связано с тем что очень быстрое развитие которое может происходить от яйца личинки куколки и мага до 22 2 дня фактически обычный цикл развития происходит при температуре 29-35 градусов очень благоприятный от 27 до 51 суток очень быстрое развитие а и мага очень необычная мага вот этот взрослый жук при благоприятных условиях может жить до трех лет что значит благоприятные условия это температура и влажность влажность неблагоприятная будет при пониженной влажности как можно с ним бороться а благоприятная выше 16 процентов влажность и температуры ниже 50 градусов он выживает даже при температуре 50 градусов термически с ним конечно можно бороться потому что при температуре плюс 55 жуки уже погибают за 10 минут мы видим что цик развития жука может проходить от температуры от минус 5 выдерживает даже мороз минус 5 до плюс 50 градусов очень хорошо приспособлены к различным условиям конечно же цикл развития как у жуков яйцо личинка куколка и мага взрослая яйца откладываются на различные продукты или в щели в различных упаковок на семена на зерна самка одна откладывает от 200 по различным данным от 285 до 600 и за время своего развития обычно развиваете самки и жизненный цикл проходит от 6 месяцев до 10 месяцев но в эксперименте наблюдалось то вот эти жуки при благоприятных условиях могут жить до трех лет до трех лет таким образом скорее всего они действительно откладывают от 280 до 600 яиц самка плодовитость огромное что вызывает очень сильные повреждения различных продуктов в том числе даже зерна в хранилищах если она будет немножко повреждена другими вредителями и зачем его полностью разгрузил вот этот опасный суринамский мукоед а сжук тем более очень устойчив как мы поняли к температуре может жить даже без питания до 44 дней при этим более-менее благоприятной температуре от минус 5 до плюс 50 очень устойчив какие же меры борьбы с таким опасным вредителем который повреждает только различных кондитерских изделий крупенных изделий мучных изделий углеводных изделий прежде всего это температурная обработка термообработка необходимо понизить влажность доме меньше 15 12 14 процентов при пониженной влажности руки погибают или повысить температуру выше 50 градусов при 55 при повышенной если это возможно кондитерские изделия для хранящиеся изделия выше 50 градусов руки тоже погибают как жуки проникают в различные складские помещения они проникают как мы видим вот таким огромным с огромной скоростью они очень активно передвигаются кроме того жуки летают тут вот сейчас мы не наблюдаем что их полет но у них имеется прозрачные крылышки спрятанные под над крыльями они прекрасно летают кроме того что активного так переменяются нас на свету поэтому попадают в складские помещения или с зараженными продуктами или попадают путем прилета просто из различных других помещений хранилищ мест своих обитания таким образом бороться с ними можно только при помощи термообработки понижение этим влажности понижение повышение или повышение температуры или путем химических обработок складских помещений для этого используются различные инсектициды и различные опыления в виде различных шашек и дыма которым обрабатываются складские помещения а также необходимы превентивные меры хранения различной продукции отдельно не хранить разве все возможную различную продукцию в одном месте это может предупредить переход вредители с одного зараженного участка на другой а перемещение таких вредителей как мы видим просто невероятно быстро и шустрое и проникновение как проникающая радиация жуки проникают вот здесь во все возможные небольшие узкие поверхности под крышечки под различные упаковки могут добраться до муки зерна семян сухофруктов пряностей крупы макаронных изделий кондитерских изделий печенье орехов поэтому нужно быть очень внимательным тем чтобы не допустить заражение таким опасным вредительным суринамским мукоядом в случае заражения лучше все эти продукты выкидывать потому что возможно аллергическая реакция систем остаются продукты жизнедеятельности этих жуков на поврежденных продуктах и они там могут переносить различные грибы которые продукты заплеснивают в результате жизнедеятельности дыхание этих жуков через некоторое время продукты намокают и заплеснивают вот такой опасный интересный жук надеюсь вам было интересно спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал youtube ставьте лайки пишите комментарии будем показывать различных вредителей различных полезных насекомых как с ними бороться надеюсь было интересно продолжение следует с вами был виктор курсов и опасность суринамский мукояд до новых встреч на моем канале пока пока